Привет, друзья, с вами Джин Лав, и в этом видеоуроке мы научимся создавать и выводить рубрики. Смотрите, я вам покажу, как выводить рубрики в колонки, вот сюда, и в правую, либо в левую, либо в две одновременно, ну в общем и в любое место. То есть рубрики это будут наши тематики, допустим, такие вот тематики, в которых будут отображаться наши записи. Итак, поехали. Сначала зайдем в панель управления нашего сайта, я уже предварительно в нее зашел, а вы заходите, как я показал вам раньше в предыдущих видео. Далее, смотрите, наводите на надпись записи и дальше нажимаете на надпись рубрики, нажимаете. У нас открываются рубрики, которые у нас есть. А мы видим здесь, что у нас есть рубрики, по умолчанию одна рубрика, как изначально в WordPress, и ее название без рубрики. Смотрите, мы можем нажать «Изменить» и поменять это название, да? Поменять название этой рубрики, допустим, назовем ее как-нибудь «Основная» и нажмем «Сохранить». Все, то есть у нас название поменялось. Но это просто я показал вам для примера. Также, смотрите, мы можем здесь добавить еще несколько рубрик, которые нам понадобятся для нашей тематики. Что я имею в виду? Допустим, мы хотим создать несколько рубрик. Допустим, рубрика по покраске машин. Допустим, я напишу «Покраска машин». Нажимаю «Добавить новую рубрику». Следующее, я, допустим, хочу создать рубрику по «Вождение Феррари». Добавил рубрику. Допустим, я еще хочу создать какую-то рубрику по «Скорость Феррари». Смотрите, вы можете добавлять, писать название своих рубрик по вашей тематике сайта. Я пишу название своих рубрик. Нажимаю «Добавить новую рубрику». Допустим, я еще какую-нибудь добавлю рубрику «Салон Феррари». «Салон Феррари», да? Еще что-нибудь добавлю какую-нибудь рубрику. Например, «Высота Феррари». И давайте добавлю последнюю рубрику. Это у нас будет «Комплектация Феррари». «Добавили». Смотрите, вот у нас отображаются здесь все рубрики. И мы их все добавили. Каждую из них мы можем изменить, наведя на нее на название и нажать «Изменить». Также можем здесь ее удалить. Перейти на нее и посмотреть ее свойства. Сейчас это делать не будем. Вы это можете сделать отдельно. Тут нет ничего сложного. Сейчас давайте выйдем на панель, на свой сайт. Точнее, перейдем на свой сайт. И здесь посмотрим. Вот у нас здесь есть такие вот вещи. Левая колонка и правая колонка. Левая колонка по шаблону изначально заполнена чем-то, правая не заполнена. Это мы и слевую поменяем постепенно, и правую все поменяем. Итак, к этому давайте перейдем. Наводим сюда и нажимаем на виджеты. Вот как раз вот здесь вот, левая и правая колонка, здесь как раз и располагаются наши виджеты, наши разделы. Итак, у нас здесь откроется такая вот картиночка «Primary», «Secondary». Вот. Если нажать «Назад», то можно также зайти в виджеты вот здесь вот, увидеть надпись «Виджеты» и нажать вот сюда. И мы также попадем сюда. Смотрите, «Primary» — это, как правило, считается основная, да, премиальная. Блок виджетов. Премиальный блок виджетов — это у нас вот мы сразу видим поиск, свежие записи, свежие комментарии, архивы, рубрики, мета. Вот если мы зайдем на страницу своего сайта, давайте еще раз и обновим, то мы вот здесь видим. Вот он, слева. Это считается, слева у меня считается «Primary», да, «Primary». Такой основной, да, блок, основная колонка. То есть здесь поиск, свежие записи, свежие комментарии, архивы, рубрики и мета. Дальше. А виджеты — это сверну сейчас прямые. А виджеты «Secondary» — это та колонка, которая справа. Это вот здесь. Это «Secondary». Итак, допустим, мы хотим вот сюда, в «Secondary» добавить какой-нибудь виджет. Нажимаем на надпись «Добавить виджет». Смотрите, что такое виджет? Тот раздел, который мы добавляем в правую или левую боковую колонку. Допустим, мы можем добавить календарик. Нажмем на календарик, назовем этот надпись. Можем написать «Календарь», так и написать. «Календарь Феррари», допустим. Это делаем для примера. Все написали, нажали «Сохранить, публиковать». Зашли на свою вкладку сайта, обновляем страницу. И вот у нас появился такой виджет «Календарь Феррари». Зайдем сюда. Открываем, закрываем его. Открыли и нажали «Удалить». Удалили. Смотрите, если мы хотим добавить рубрику, мы делаем то же самое. Нажимаем сюда «Добавить виджет». И здесь ищем такую надпись «Рубрики». И вот она у нас здесь есть. Вот надпись «Рубрики». Нажимаем «Добавить рубрики». И, допустим, назовем эту рубрику, чтобы вверху этой рубрики было такое название. Не просто надпись «Рубрики», а какое-то наше название. Допустим, напишем «О Феррари». Назовем ее так. «Рубрика о Феррари». Нажмем «Сохранить и публиковать». И далее нажмем сюда. Нажмем «Обновить». И что мы видим здесь, да? Что тут у нас есть, появился такой виджет «Основная рубрика Феррари», да? Вот так у нас появилось. Дальше. Почему у нас здесь отображается только одна, да? Основная, которую мы раньше написали. А не все рубрики, которые мы создавали, да? А здесь отображается одна, потому что только в этой основной рубрике у нас есть записи. Когда у нас будут записи в других рубриках, то тогда и они тоже здесь появятся. Сейчас давайте перейдем на эту основную рубрику, нажмем на нее и посмотрим, что произошло. Вот мы нажали на основную рубрику, и у нас здесь появились эти записи. «Милиция», «Цвет машины», ну то, что мы раньше создавали. «Сухой гравий» и так далее. То есть появились эти записи. Смотрите. Здесь появились записи, те, которые мы придумывали раньше в блок «Новости». Почему они здесь? Потому что все записи куда-то присваиваются. И они присваивались раньше именно к этой, к одной рубрике. Потому что у нас была только одна рубрика. Что мы можем сделать? Мы можем сделать так. Первое – переименовать. Вот это вот основное, назвать ее так же. Блок «Новости», да? Чтобы у нас и тут был блок «Новости». Вот эти вот основные были, да? И здесь также был блок «Новости». Вот. Это мы можем сделать. Но давайте вернемся к тому, что у нас здесь высвечивали все остальные рубрики по темам, да? Которые мы создавали. Как это сделать? Нужно туда просто добавить записи. То есть мы можем сейчас нажать на «Добавить запись». Нажимаем на «Запись». И добавим какую-нибудь запись. Назовем ее, допустим, «Быстрая покраска машин». Да? «Быстрая покраска машин». Придумали. Дальше. Смотрите. Теперь мы выбираем, в какой рубрике ее отобразить, эту запись. То есть мы можем отобразить в рубрике «Основная», да? Вот здесь вот поставить галочку, и эта запись будет там отображаться. Если мы не будем ставить галочку, она там не будет отображаться. Мы можем отобразить нашу рубрику именно в той тематике, где нам необходимо. А нам именно как раз необходима вот рубрика «Есть покраска машин». Ставим здесь галочку, и эта запись будет отображаться именно в этой тематике рубрики «Покраска машин». Теперь возвращаемся вверх, нажимаем «Опубликовать». «Опубликовали запись». Дальше нажимаем на новую вкладку, откроем новую страничку, и теперь смотрите. Вот у нас появилась рубрика «Покраска машин». Почему? Потому что в ней появилась какая-то запись. И в следующий раз, когда мы будем добавлять какие-то сюда записи, они всегда все здесь будут отображаться. Нажмем на «Покраску машин», и вот у нас появилась запись «Быстрая покраска машин». Конечно, контента никакого нет, потому что я его не прописывал. Но идею вы поняли, что у нас отображаются здесь только те рубрики, в которых есть записи. Поэтому вы, когда создаете любую запись, вы эту запись добавляете в ту тематику рубрики, которая вам необходима. Смотрите, если я сейчас добавлю во все рубрики, да, галочки поставлю, допустим, кроме основной, допустим, я не хочу, чтобы в основной рубрике была эта тематика, да, а везде была. Ставлю везде галочки, нажму «Обновить», и теперь возвращаемся на новую вкладку, и также обновляем страничку. И видите, появились все рубрики, да, появились все рубрики, в которые отображаются наши записи. Но так как у нас запись одна, и я ее поставил отобразить во всех рубриках, во всех тематик рубрик, то куда бы я ни нажал, эта запись будет также здесь, «Быстрая покраска машин». Давайте добавим еще одну запись. А сначала уберем вот здесь вот все лишнее, то есть цвет Феррари, скорость, комплектация, высота, вождение. Но это не относится к покраске машины. Берем, нажмем «Обубликовать», и добавим еще одну запись. Допустим, назовем ее так. «Скорость входа на поворотах», да, «Скорость входа на поворотах». И добавим эту запись к, например, к тематике вождения Феррари. Здесь у нас будет какой-то контент, там, и так далее, да. Нажмем «Публиковать». Смотрите, так как мы галочки сняли с других рубрик, да, они сейчас у нас не будут высвечиваться. И вы это заметите, они сейчас пропадут. Обновить. И вот у нас есть «Покраска машин», да, «Вождение Феррари», отображаются эти рубрики, и основная. Почему они отображаются, как я раньше говорил? Потому что здесь есть какие-то записи. Вот. Нажмем, допустим, на «Вождение Феррари». Нажали на «Вождение Феррари», и тут появилась запись «Скорость входа на поворот». Давайте добавим еще одну запись. Нажмем «Добавить запись». И назову ее «Тормозной путь», да, «Тормозной путь». Добавлю эту запись в «Вождение Феррари», и нажму «Опубликовать». Возвращаемся на вкладку с нашим сайтом, нажимаем «Обновить», и смотрите, у нас уже здесь отобразилось две вещи, да, отобразилось две записи. «Тормозной путь», новая запись наша, и скорость входа на поворот. Смотрите, и это в папочке, это именно в категории «Вождение Феррари», это именно вот здесь. Вот если еще раз обновить, то же самое показывает. Если мы зайдем в другую рубрику, допустим, основную, то тут будут другие записи. Если нажмем на «Покраску машин», то тут будет только одна запись, вот, «Быстро покраска машин». Смотрите, давайте нажмем еще раз на вот эту вот надпись «Вождение Феррари», рубрику. И что мы еще раз внимательно все посмотрим. Смотрите, вверху всегда отображается та рубрика, в которой мы находимся, та тематика, и ниже отображаются все записи, которые указаны в этой тематике. Дальше, смотрите, вы, наверное, заметили раньше, что вверху есть такая вот полосочка, и за ней идут какие-то там, да, записи, какие-то названия, да. То есть, если мы нажмем на «Тормозной путь», еще раз пропустим, то вот эта вот полоска нам показывает, где мы находимся. То есть, мы сейчас находимся вот здесь, «Тормозной путь». То есть, это просто информационная полоска. Так, теперь смотрите. Давайте еще раз зайдем в записи наши, да. И для того, чтобы более наглядно нам все было видно, мы возьмем эту запись «Тормозной путь». Что-нибудь здесь напишем, любые какие-нибудь буковки, для примера. Добавим какую-нибудь картинку. Вот, и поставим эту запись во все тематики. Чисто для примера я это вам показываю. Вы тоже это делаете, потому что вам просто это надо сейчас научиться и все понять. Дальше, давайте зададим этой запись какую-нибудь миниатюру. Задать миниатюру. И пускай это у нас будет вот такая вот девушка. Задать миниатюру. Задали. Нажмем «Обновить». Еще раз вернемся на наш сайт. Обновим страницу. И видим, что у нас здесь отобразились, да, все вот эти вот рубрики с разной тематикой. В каждой тематике есть эта запись, да. А тормозной путь, которую мы везде поставили, да. Вот, с картинкой. Итак. Ну, смотрите, есть такой нюанс. Если мы хотим, чтобы эти рубрики отображались в определенной очередности. Допустим, я хочу, чтобы сначала была рубрика не о вождении Феррари, а допустим, рубрика основная, или я бы назвал ее блог, да, основной блог с новостями. А потом уже шли остальные рубрики. Или допустим, я хотел, чтобы салон Феррари был выше, а другая какая-то рубрика была ниже. Как это сделать? Для того, чтобы это сделать, нам сначала нужно расширить функционал нашего сайта. И это мы делаем с помощью установки плагина. Итак, мы сейчас установим плагин, с помощью которого мы сможем настраивать наши рубрики в том положении, которое нам это самим необходимо, в том порядке, в каком это нам самим нужно. Итак, поехали. Заходим в настройки своего сайта. Нажмем на консоль. Здесь вот выйдем отсюда, обновим страничку. И наводим на плагины. Наводим на добавить новое. Нажимаем. Нажимаем. Далее. Вот отсюда переписываете вот такую вот надпись. В категории Order and Taxonomy Terms Order. Я ее скопирую. Вот вы ее переписываете. И вставляете вот сюда, в поиск плагинов. Вставили, нажали Enter. Сейчас у нас ищется этот плагин. Вот он нашелся. В категории Order and Taxonomy Terms Order. Нажимаете кнопочку «Установить». Сейчас у нас устанавливается. Далее нажимаем надпись «Активировать плагин». И далее, смотрите. Мы опять обновляем нашу консоль. Не обновляем, просто обновим страничку. Обновить. Далее делаем следующее. Наводим на записи. Вправо. И наводим на надпись «Рубрики». Это как бы, если мы перейдем на нее. Давайте на нее нажмем. Перейдем. И мы видим вот сейчас расположение наших рубрик. Да? Наших рубрик. Мы видим их на расположение. Тут мы их перевести, да? Поменять никак не можем. И для этого существует у нас другая надпись. Которая называется вот здесь вот. «Taxonomy Order». Вот нажимаете сейчас на нее «Taxonomy Order». Нажали. И вот здесь мы видим. Вот те же наши рубрики и в каком они порядке. И сейчас давайте их поменяем. Допустим так. Я перенесу. Вы по-своему переносите в таком порядке, как вам надо. А я буду переносить по-своему. Я допустим перенесу. Комплектация с «Феррари» будет у меня второй по расположению. Салон «Феррари» третьим. Дальше. Вождение «Феррари» четвертым. Скорость «Феррари» пятым. Цвета «Феррари» допустим таким. Высота «Феррари». Ну там «Покраска машин» пускай останется так. Нажимаем теперь «Update». То есть мы это как бы сохраняем. Теперь. Что мы делаем дальше? Возвращаемся на нашу страничку сайта и обновим страницу. Видите? И все изменилось. То есть теперь у нас совершенно другой порядок. Такой, какой мы настроили. Да? Такой, какой мы настроили. В том порядке и так, как мы хотели. Теперь давайте еще сделаем одни изменения. Зайдем сюда. Назад. Теперь зайдем в рубрики. Нажимаем на рубрики. Допустим, я не хочу, чтобы называлась надпись «Основная» и хочу поменять название какой-то рубрики. Что я делаю? Я нажимаю на надпись «Изменить». Вот здесь вот, я рой, я беру, ставлю галочку и стираю. Вверху тоже ставлю палочку и стираю. И пишу, например, это будет такая же рубрика, одинаковая. Назову ее бы «Лого новостей». Вот это будет такая же рубрика. Потом нажимаю, нажимаю, обновить. Вот я поменял название этой рубрики. Если я хочу удалить какую-то рубрику, я нажму надпись «Удалить». Дальше нажмем... Дальше нажмем... Дальше нажмем на наш сайт, обновим страничку. И вот у нас поменялось название нашей рубрики. Теперь смотрите, давайте перейдем еще к более подробным настройкам. Вернемся вот сюда, где вот у нас наш виджет рубрики, да? Вот. И теперь здесь еще кое-что настроим. Смотрите. Здесь устанавливаются различные галочки. Вот. И они будут отображать различные позиции. Вот. И давайте сделаем следующее. Поставим галочку «Отображать число записей». Ставим галочку. Потом ставим галочку «Сохранить и опубликовать». Поставим. Потом вернем сюда. Нажимаем «Обновить страницу». Видите, у нас появились такие скобочки, и здесь показывается, сколько в каждой рубрике, в каждой тематике, да, по этой рубрике отображается записей. Тут одна запись, тут одна, тут две, тут восемь записей, блок новостей и так далее. Мы видим, сколько здесь записей отображается. Это довольно-таки приятно и красиво. Дальше. И информативно. То есть люди видят, сколько по этой тематике записей здесь у вас. Дальше. Зайдем сюда. Что еще можно сделать? Можно поставить галочку «Отображать в виде выпадающего меню». Допустим, поставим сюда галочку. Нажмем «Сохранить и опубликовать». И обновим страничку. Видите, рубрики как бы исчезли, но не полностью. Вот. Мы видим название только какой-то одной из рубрик, которая сейчас у нас открыта. Давайте перейдем на главную страницу. Обновим свою, да? И мы видим здесь надпись «Выберите рубрику». Кликая сюда, вы видите, они как бы открываются как меню. И здесь мы можем это выбрать. То есть, что нам необходимо. Таким образом тоже можно отображать наши рубрики по тематикам. То есть, как выпадающее меню. То есть, можно это делать и так. Дальше. Давайте возьмем еще что. Еще одна вещь. Вернемся сюда. Уберем галочку «В виде выпадающего меню». Убираем галочку. И ставим галочку «Отображать и архию рубрик». Ставим галочку сюда. Поставим. Нажали «Сохранить и опубликовать». Возвращаемся на страницу. Сайт обновляем. И вот у нас показывается все это блоком. И смотрите, никаких вроде бы изменений нет. А почему изменений нет? Потому что мы не создавали, какая рубрика у нас будет главная, а какая будет подглавная, дочерняя. Мы это не делали. Давайте сейчас для эксперимента это сделаем. Зайдем вот сюда, в наши рубрики, и нажмем, например, на высоту «Феррари». Нажмем «Изменить». Дальше, смотрите. Здесь такая вещь, да? Показывается наше название, ярлык. А здесь написано «Родительская», то есть показано «Нет». То есть у этой рубрики, у этой рубрики «Высота Феррари» нет никакой главной рубрики. Она сама является главной. Мы сейчас этой рубрике зададим главную рубрику. Нажимаем сюда и выбираем, какая для этой рубрики будет главная, да? И нажмем, это будет комплектация «Феррари». Это будет главная, да? Нажмем «Обновить». Обновили. То есть мы для высоты «Феррари» задали рубрику «Комплектация Феррари» и главная рубрика. Надеюсь, вы не запутались. Сейчас нажмем на страничку. Здесь обновим. И смотрите, как это делается, да? Вот главная рубрика у нас «Комплектация Феррари». А под ней дочерняя рубрика – это «Высота Феррари». И вот она идет как ступеньками, да? Идут вот такие ступеньки. Вот. Это основная, а это ее дочерняя. То есть так тоже мы можем настраивать. Если это необходимо, это таким вот образом можно тоже отображать. Далее. Теперь вернемся сюда. Уберем «Отображать иерархию». Нажмем «Сохранить и опубликовать». Вернемся сюда. Нажмем «Обновить». И вот так отображается все это таким же образом. Теперь смотрите. Например, мы не хотим, чтобы наши рубрики отображались на всех страницах, да? Вот у нас есть различные записи, и мы не хотим, чтобы они на всех страницах отображались. Это тоже можно исправить. И это делается тоже с помощью плагина. То есть мы также установим плагин, и мы сможем выбирать, где этот виджет, где эти рубрики показывать, а где не показывать. Например, допустим, я хочу, чтобы на главной странице, вы здесь нажимаете на главную страницу, у нас этот виджет показывался. У нас здесь показывались эти рубрики. А допустим, когда я нажимаю «О компании», или там, допустим, «Тюнинг» нажимаю, я не хочу, чтобы эти рубрики здесь показывались, да? Я не хочу. И как я это могу сделать? Первый вариант. Я могу просто записи тут так настроить, чтобы она была без колонок. Вот. Но это может нам не помочь. Допустим, мы хотим здесь отображать колонку, но хотим отображать колонку с другим содержимым, да? Что-то здесь на другое расположить, а не рубрики. И как это сделать? Это делается с помощью плагина. То есть мы сейчас установим плагин, в котором мы будем выбирать, где нашу рубрику отображать, на какой странице отображать, а на какой странице не отображать нашу рубрику. Итак, поехали. Опять возвращаемся на свой сайт, наводим на плагины, нажимаем на «Добавить новый». И здесь в поиск плагинов мы пишем такую надпись «Display Widgets». То есть именно этот плагин «Display Widgets» решает, какой виджет где отображать, а какой нет. Это не обязательно мы будем отображать рубрики, да, или какие-то другие вещи. С помощью этого плагина мы можем решать, какой виджет на какой странице отображать, а на какой странице не отображать. То есть мы настраиваем это с помощью плагина. Вставляем сюда, прописываем, нажимаем Enter. Ищется этот плагин. Вот он нашелся, «Display Widgets», нажимаем «Остановить». Нажимаем «Активировать плагин». Активировали. Теперь, смотрите, переходим на страницу своего сайта. Далее, давайте зайдем в эту панельку, да, где мы были. Выйдем полностью отсюда. И зайдем еще раз в панель наших виджетов. Наводим на надпись до сайта. Нажимаем «Виджеты». Нажали. Теперь, нажимаем на ту колонку, где мы хотим установить наши рубрики. У меня это была колонка «Секандария». Нажимаю сюда. Вот здесь у нас написано «Рубрики о Феррари». Нажимаю на нее. Нажимаю. И возьму-ка я ее удалю. Почему? Потому что нам надо удалить и перестанить заново. Так как мы установили плагин, и для того, чтобы наш плагин начал работать, да, как бы, вот эти вот предыдущие виджеты, которые мы устанавливали до плагина, они не функционируют так, и мы здесь не можем произвести эти настройки, где отображать этот виджет, рубрика, где не отображать. До этого надо его удалить и поставить заново. Тогда у него появится такая вот здесь функция, где показывать этот виджет, а где нет. Нажимаем «Удалить». Удалили. Нажмем на всякий случай «Сохранить», «Публиковать», потом нажимаем еще раз «Добавить виджет». И выбираем опять надпись рубрики. Пишем здесь «О Феррари». Я свое пишу, вы свое. Ставлю галочку «Отображать число записей». Нажимаю «Применить». И, как вы видите, вот здесь у нас появилось дополнительное окошечко. Смотрите. Вот здесь можно перевести имена, названия, что это означает. Но, как правило, это означает, как мы будем это выражать. Я это не меняю и оставляю вот как есть. Every one. А меняем только нижнюю часть. Смотрите. Heed – это означает «Скрыть», а если мы выберем шов, это означает «Показать». То есть, допустим, выберем сначала Heed. Выберем «Hit one checks get page». Да? И внизу идут такие вот различные названия, да? Лицо сайта, блок страницы, архивы, одна запись и так далее. Вот страницы идут наши. Ламборджини, блок новости и так далее. Страницы идут. Рубрики идут. И так далее, да? То есть, смотрите. Если у нас стоит надпись «Hit», то мы в ниже выбираем ту страницу, где мы хотим это скрыть. «Hit» означает «Скрыть». Допустим, я хочу скрыть нашу рубрику на странице «Тюнинг». То есть, я ставлю галочку «Тюнинг». То есть, тогда наша рубрика не будет показываться на странице «Тюнинг». А во всех других страницах будет показываться. Нажимаю «Сохранить» и «Опубликовать». Зайдем сюда. Еще раз обновим страницу. И давайте зайдем сначала на главную. Вот посмотрим, на главную показывается наша рубрика. А если я нажму на «Тюнинг», то на «Тюнинге» она не показывается. Все очень просто. Смотрите, теперь наоборот. Зайдем сюда и выберем по-другому. Допустим, выберем «Шов». То есть, здесь мы выбираем, где показывать наши рубрики. То есть, смотрите, ставим галочку «Где именно показывать». В принципе, почти все то же самое. Допустим, я хочу показывать наши рубрики на странице «Реквизиты». И только на этой странице будет наша рубрика показываться. А на всех остальных страницах этой рубрики не будет. Нажимаю «Сохранить». Обновлю страницу. Вот и давайте посмотрим. Нажму «Лаборджини» – рубрики нет. Нажму «О компании» – рубрики нет. А нажму «Реквизиты» – и здесь эта рубрика показывается. То есть, таким образом, смотрите, добавляя любой виджет, мы можем решать, на какой страничке его показывать, а на какой нет. Уберем этот виджет, поставим «Хит», нажмем «Сохранить и публиковать». Смотрите, если вы добавляете виджет и нигде никакие галочки не проставляете, то все тот виджет, который вы добавили, будет показываться везде. Далее, нажму «Свернуть». Смотрите, эта штука касается всего. Допустим, мы можем отображать любой такой виджет. Например, еще раз покажу на календарике. Допустим, я добавляю календарик. Пишу здесь «Май», например. И это также выскакивает. То есть, я могу выбрать, где я хочу скрыть этот календарик. Стоит «Хит». Я, допустим, хочу скрыть этот календарик на двух страницах. На странице «Реквизиты» и на странице «Тюнинг». А на остальных страницах я хочу, чтобы этот календарик показывался. Нажимаю «Применить». И все, этот виджет будет показываться на всех страницах, кроме тех двух, которых я выбрал. Давайте это посмотрим. Обновим. Обновим. И нажмем «Лорд Борджини». Есть календарик о компании. Нажмем страничку. А, ну тут у нас не показывается вообще ничего. Почему? Потому что эта страница о компании мы выбрали без колонок, когда делали эту страницу. То есть, здесь вообще страница без колонок. Ну, допустим, блок новостей. Да? Есть календарик. Там запчасти. Тоже есть календарик. А вот если нажмем «Тюнинг», календарика не будет, потому что этот виджет мы скрыли. Вот календарика нет. Нажмем «Реквизиты», календарика нет. То есть, я думаю, вы поняли идею, что каждый виджет с помощью вот этой вот дополнительной настройки, которая появляется внизу виджета, мы можем настраивать, где его показать, а где нет. Вот «Хид» — это мы скрываем виджет на определенных страницах и отмечаем, на какой странице и на какой записи даже можно это скрыть, на какой рубрике это можно скрыть. То есть, мы даже можем скрывать это на рубриках, вот выбирая рубрику по тематике, где мы хотим это скрыть. Если ставим надписи «Show», то мы выбираем, где эту запись, то есть, где этот виджет, наоборот, показать. Все, идея вы поняли. Теперь я календарик удалю, нажму «Удалить», нажму «Сохранить» и выйдем отсюда. Закроем. Дальше. Наш урок на этом будет закончен, и мы увидимся в следующем видеоуроке, а с вами был Джин Лав, пока!